МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Регион ТВ, подготовленную совместно с журналистами телекомпании Музыря, Жлобина, Речицы, Гомеля и Светлогорска. В студии Виктория Шинкаренко. Перспективы Светлогорского целлюлозно-картонного комбината вплоть до создания целлюлозно-бумажного кластера. Подробности у моих коллег из Светлогорска. Целлюлозно-бумажный кластер может быть создан на базе Светлогорского ЦКК, рассказал журналистам председатель концерна Беллесбумпром Михаил Касько. По его словам, завод сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске работает в режиме наращивания производственных мощностей. Загрузка находится на уровне 70%. Весь объем произведенной продукции реализуется. Выход на полную проектную мощность планируется к концу текущего года. Вот в эксплуатацию этого завода показал весь спектр открывающихся возможностей для развития бумажной промышленности в Беларуси. Продажа беленой целлюлозы как товара не является конечной целью, ведь ее можно переработать и получить продукт с более высокой добавленной стоимостью. Например, качественную, востребованную на рынке бумажную упаковку или мешочную бумагу. Именно в этом направлении мы и видим перспективное развитие Светлогорского ЦКК, сказал Михаил Касько. В планах создания нового производства упаковочных бумаг председатель концерна также видит перспективы для создания производства полуцеллюлозы мощностью 150-200 тысяч тонн в год и модернизации существующих картоноделательной и бумагоделательной машин. Можно будет производить и упаковку из гофрированного картона. Это также станет дополнительной экспортной позицией для Беларуси, добавил он. Для этих целей концерн проводит работу по повеличению стратегического инвестора. Реализация данных проектов позволит Светлогорскому ЦКК эффективно вовлечь в производство имеющейся площади и мощности и создать крупный кластер целлюлозно-бумажного производства, сопоставимый по эффективности и объему с европейскими и мировыми лидерами отрасли, резюмировал Михаил Касько. Открытое акционерное общество «Мозырь Промстрой» признано одним из лучших предприятий строительства в области по охране труда, благодаря чему удалось победить в тематическом смотре-конкурсе, об этом в нашем репортаже. Строитель. Пожалуй, самая созидательная профессия. Одновременно одна из самых травмоопасных. Площадка в микрорайоне номер 11. Буквально по кирпичикам здесь возводится многоквартирный жилой дом. Это дело рук работников «Мозырь Промстроя». На предприятии заботятся не только о качестве своей крупногабаритной многоэтажной продукции. В приоритете люди, их жизнь и здоровье. «Мозырь Промстрой» охрана труда – это не формальность, а одно из главных направлений деятельности. Контроль за соблюдением правил безопасности ведется на всех уровнях. Постоянные инструктажи, обучение, стажировка, проверка знаний. Да и сами работники к вопросам охраны труда относятся ответственно. В настоящее время у нас где-то средний возраст работников, где-то 25-40 годов. Работники в настоящее время более добросовестно относятся к своим обязанностям, к своей дисциплине. Таких больших нарушений, чтобы где-то рабочая работала в Белскарске в настоящее время, я считаю, что отсутствует. Используют предприятие пресса, более дисциплинированное в настоящее время. В Мозырь промстроя работает свыше 800 человек. Из них более 300 заняты на рабочих местах с вредными или опасными условиями труда. На строительной площадке все в касках. При работе на высоте обязательно использование предохранительных поясов. В целом жесткая дисциплина. Только так и никак по-другому. Такое ответственное отношение к вопросам безопасности оценили в области. На тематическом смотре конкурса Мозырь промстрой признали одним из лучших предприятий по организации условий охраны труда. Очень приятно, что заметили и отметили ООО «Мозырь промстрой» как одно из лучших предприятий строительства в области по охране труда. Данный результат был достигнут общими усилиями каждого работника предприятия. Начиная от руководителя и заканчивая подсобным рабочим. Общей целью ООО «Мозырь промстрой» является обеспечение безопасности, сохранение жизни, здоровья и работоспособности человека в процессе труда. Вопросам охраны труда уделяется самое пристальное внимание на всех уровнях – организационным, техническим, финансовым. В 2019 году планом мероприятия по улучшению условий охраны труда было запланировано 570 тысяч рублей. Освоено средство на сумму 693 тысячи рублей. Кстати, комфортные и безопасные условия труда работников – один из факторов, влияющих на производительность. А у «Мозырь промстроя» с производительностью все в порядке. Доказательство тому – вот этот красавец дом, который не так давно был введен в эксплуатацию. Кстати, красивым бывает не только готовый результат, но и сам процесс. На стройке тоже есть место творчеству. Будущая многоэтажка пока еще незначительно выросла над землей, а на клумбах уже цветут цветы. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь». В «Мозыре» появился свой мурал – портрет Ивана Мележа на фасаде одного из домов. Также мы обещали рассказать подробности о появлении этого арт-объекта. Выполняем обещания. Подробности далее. «Мозырь» В это не теплое время, но горячую пору строительства приходится выходить из творческих мастерских на стены и создавать работу. Данная работа была задумана как продолжение темы театра имени Мележа. То есть мы хотели усилить театр этой работой. Подчеркнуть, усилить, подчеркнуть характер. И появилась задумка сделать большой портрет на свободной стене здания. Ну, это работа предполагалась. Видите, тут окна как бы. Как будто Мележ среди нас. Как будто он такой же человек, житель нашего Мозыря. Ну, такая идея основная была. Мурал – это огромное изображение, которое нанесено на стену здания или сооружения. Современное арт-искусство, причем с огромной историей. Истоки его берут начало со времен пещерной живописи. Появление Мурала в Мозыре – это действительно архитектурное событие. И даже более того, уход от провинциальности. До этого работники коммунального хозяйства украшали дома изображением деревьев и зверюшек. А здесь нужно было нарисовать лицо человека. Да еще какого. Ответственную миссию возложили на хрупкие плечи Екатерины Музычук. И неспроста. Екатерина Федоровна по профессии маляр. Причем с опытом работы в несколько десятков лет. А в душе настоящий художник. Ну, сразу было очень страшно. Вообще надеялись, что будет рисовать художник. Интересно, очень интересно. Мне понравилось. По схеме работаешь. Интересно. Новое, интересное. Почувствовали себя художником? Ну да. Особенно, когда результат увидели. Прохожие с любопытством наблюдали за процессом создания Мурала. В целом отзывы положительные. Красиво, оригинально. Этот вид арт-искусства Мазырян не оставил равнодушными. Ну, я думаю, что да. Во многих же городах, я знаю, что у вас в России, в Питере, в Москве, арт такой существует. У нас как-то редко очень это видно. Круто, да? Ну, по-моему, да. Нормально, красиво. Нормально, видите, красиво. Все так и должно быть, наверное. Все культурно, все облагораживается. Хорошо. Итак, первый блин оказался далеко не комом. В отделе архитектуры и строительства Мозырского райисполкома рассматривают вопрос о том, чтобы изображения известных людей появились и на других мозырских домах. В планах таким живописным способом увековечить память героя Советского Союза, уроженца деревни Лешня Мозырского района Михаила Котловца. Виктория Синицкая, Юрий Горобец, Телеканал Мозырь. Девять современных тренажеров в подарок получили учащиеся и учителя Речицкого районного лицея. Установлено оборудование на открытой площадке. Открытие спортивного объекта состоялось в торжественной обстановке. Открытие тренажерного комплекса – одно из ярких событий учебного года для учащихся и педагогов районного лицея. Спортивное сооружение на лицейском стадионе – дополнительная возможность заниматься физкультурой и спортом на свежем воздухе, чтобы укрепить здоровье тела и души. Автором идеи приобретения и установки спортивного сооружения является директор лицея Ирина Петкун. Воплотить эту идею в жизнь помог депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Стельмашок. Дорогие ребята, ну вот свершилась моя мечта. Я очень давно об этом мечтала. И когда мы разговаривали с Сергеем Петровичем, он у меня спросил, вот о чем вы мечтаете. Я правда сказала, я мечтаю, чтобы для детей вот был такой уличный комплекс тренажеров в лицеи. Чтобы после упорного учебного труда, когда уже все, мозги закипают, вот, и вам хочется действительно чем-то позаниматься. Ну, турников у нас не очень-то много, да, но сейчас у вас будет время быстренько одеть спортивную форму, которая у вас в гардеробе хранится. И сюда на тренажеры, на большом перерыве, вот, в общем-то после уроков, до уроков, кто успевает, пожалуйста. Они закреплены, они все сертифицированы, то есть площадка готова к использованию. Ирина Петкун выразила уверенность, что тренажерный комплекс под навесом, безусловно, будет пользоваться популярностью среди лицеистов, их друзей и поблагодарила всех тех, кто был причастен к появлению нового спортивного объекта. К слову сказать, тренажерный комплекс в лицее – часть реализации предвыборной программы депутата национального собрания Сергея Стельмашка. Это то, что обещал я в своей предвыборной программе, когда баллотировался и был кандидатом в депутаты национального собрания Республики Беларусь. Построили мы его, в принципе, уже где-то к концу прошлого года, но ввиду того, что и эпидемиологическая ситуация наложила свой отпечаток определенный, и погодные условия, ну, сегодня мы решили этот объект вместе с директором лицея открыть. Поэтому этот объект был создан с непосредственным участием также депутата Верхней Палаты нашего парламента, членов Совета Республики, Ляхова Александра Андреевича, генерального директора объединения Беларусь-Мефти. Развитие спорта, физкультуры, здорового образа жизни – это один из приоритетов в нашей стране. И глава государства очень активно поддерживает, и вы знаете, что является активным спортсменом. И строятся объекты у нас постоянно спортивные на территории Республики Беларусь. Я думаю, что это главное, здоровая нация, это, наверное, главное, что должно быть в любом государстве, в любой стране. Поэтому это актуально и для нашей страны. Я думаю, что мы и парламентарии, и руководители промышленных предприятий будем очень активно участвовать, как в спортивной жизни, так, соответственно, и в возведении таких спортивных объектов. Сергей Стельмашок заверил, что при его поддержке в Речицком районе будут возведены и другие спортивные объекты. Мы планировали и в качестве предвыборной программы, и вообще, как объединение «Беларусь-нефть», ввиду того, что мы присутствуем, ну, мы, наше предприятие «Беларусь-нефть», в котором я работал, присутствует на территории Речицкого района Гомельской области, и как одно из основных промышленных предприятий, мы планируем, что мы построим еще лыжеролиную трассу на ритме в районе спорткомплекса «Надежда». Это тоже часть моей предвыборной программы. К сожалению, эпидемиологическая ситуация не была приятная, ну, и экономическая ситуация, достаточно сложная, которая сегодня и в мире, и в республике, наложила свой отпечаток. Несколько мы затянули, будем так, по необъективным причинам процесс подготовки проектно-смертной документации, но, тем не менее, подготовка идет. Сейчас предпроектная документация разрабатывается. Я думаю, что этот проект тоже будет реализован, ну, может быть, чуть позже, чем мы ожидали. Завершилась торжественная церемония открытия тренажерного комплекса творческим номером. Яркое выступление лицеистов стало отличным дополнением замечательного мероприятия. Свой профессиональный праздник на днях отметили метрологи. Эталоном точности на Полесье служит отдел метрологии в Калинковичском центре стандартизации метрологии и сертификации. В гостях у самых точных людей в день их профессионального праздника побывала съемочная группа телеканала «Мозырь». Точность – не только вежливость королей, но и профессиональная обязанность метрологов. В отделе метрологии Калинковичского центра стандартизации метрологии и сертификации занимаются поверкой, калибровкой, аттестацией и испытаниями самых разных приборов. Обслуживают 10 районов Полеського куста. Здесь точно знают, сколько весит грамм, сколько длится минута, как выглядит самая ровная или самая гладкая поверхность. Отдел метрологии – это собрание эталонов. Ольга Хомякова работает в лаборатории средств измерения геометрических величин. Говорит, что работа с точными приборами накладывает отпечаток и на характер. Моя работа мне нравится, потому что она необычная, разнообразная. Хоть я и занимаюсь одним видом измерений, но поверяю в разные приборы. Их очень много, надо с каждым поработать, подумать. Можно сказать, что мой характер соответствует моей работе. Я спокойный человек, усидчивый, поэтому занимаюсь таким видом деятельности. Длина, площадь, объем, величина угла. Чтобы проверить соответствие идеалу, Ольга использует целый ряд самых разнообразных приборов. Эта поверочная линейка имеет идеально гладкую и идеально ровную поверхность нулевого класса точности. Поверку здесь проходят строительные уровни, провила. Казалось бы, простое приспособление стоит около 80 тысяч рублей. Ведь идеал по определению не может быть дешевым. В лаборатории измерения давления и вакуума проходят проверку разнообразные манометры. Установки могут создавать давление от 1,1 до 250 мегапаскалей. Самые точные градусники находятся в ведении молодого специалиста Кристины Навныка. Училась в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины по специальности автоматизация экспериментов и метрология. Работаю в Калинковском СССР уже почти два года, вот в августе будет, сразу после университета. Очень интересно, так как инженеры и физика тут очень всякие разные приборы интересные. Также перспективы для молодых специалистов есть в будущем, поэтому очень интересно. Гири, счетчики, сито, весы, прессы, колонки, спидометры – все подчиняется единой системе. Как точно работают все эти приборы, так и работа самого отдела доведена до минимальных погрешностей. 30 специалистов постоянно повышают уровень своей квалификации. Перевооружается отдел и технически, ведь метрологи просто обязаны идти в ногу со временем. Сами предприятия не дают даже, чтобы мы отставали, понимаете, потому что все звонят нам и говорят, прежде чем что-то приблисти, они советуются с нами. В этом плане, вот именно, ну вот не стоим на месте, все это движение вперед, промышленность идет и мы. Калинковический центр стандартизации, метрологии и сертификации – это современное предприятие, которое помимо отдела метрологии включает еще ряд подразделений. Директор центра Владимир Ярец уверенно заявляет, его специалисты, если не идеальны, то уж точно лучше в стране. Я считаю, что высококлассные специалисты работают в отделе метрологии. Оценку не только я даю, оценку дают и наши заказчики. Оценку дает учебное заведение, то, которое оценивает. Ведь сегодня, если стать метрологом и не имея сертификата поверителя, это не метролог. Он должен иметь оценку знаний, познаний специальностей, той, которой он занимается. То есть сертификат компетентности. Наши специалисты имеют некоторые по два, по три сертификата компетентности. Я имею в виду в двух областях, в трех областях. Поэтому я считаю, что они одни из лучших. Не только в регионе, но и в республике. Сегодня нашу жизнь невозможно представить без метрологии. С измерениями связана деятельность человека на любом предприятии. Здравоохранение, энергетика, торговля, спорт. Метрологи Калинковического центра гарантируют точность. Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь». Они всегда и ко всем приходят на помощь. Доказательство – сюжет из Светлогорска. 22 мая светлогрские спасатели оказывали помощь пенсионерке. Точнее, не ей самой, а ее козленку, упавшему в колодец. Сотрудник МЧС по лестнице опустился в четырехметровый колодец и вытащил животное из воды. На первый взгляд, козленок не пострадал. По крайней мере, помощь ветеринара не понадобилась. Обязательно включайте фары. Традиционная акция ГАИ накануне летних каникул. МВД проводит профилактическое специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!» для предупреждения травматизма несовершеннолетних во время акции с 25 мая по 5 июня. Движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. ГАИ проведет рейдовое мероприятие по пересечению нарушений ПДД. Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями скоростного режима правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и дворов. Автомобиль загорелся на ходу. Все, что под капотом, восстановлению не подлежит. Репортаж из Светлогорска. В субботу 23 мая в Светлогорске на улице Днепровской произошел пожар. В 14.30 поступило сообщение о том, что горит автомобиль «Форд». По рассказу водителя, 23-летнего светлогорца он уже подъезжал к дому, как вдруг услышал громкий хлопок и из-под капота повалил дым. Как предполагают специалисты, виной пожара стали неисправности в топливной системе. Причем хозяин «Форта» заявил, что машина только-только из капитального ремонта, в ходе которого было заменено практически все. Люди не пострадали, спасатели вовремя ликвидировали очаг возгорания. Что касается автомобиля, то все, что находилось у «Форта» под капотом, теперь восстановлению не подлежит. Точная причина пожара устанавливается. В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне Речицкий районный узел почтовой связи отделения «Белпочта» инициировал акцию «Отправь весточку ветеранам Великой Отечественной войны». Инициативу поддержали военнослужащие 6-й отдельной патрульной роты 2-го отдельного патрульного батальона войсковой части 55-25. Ими написано более 60 писем ветеранам Речицкого района. В преддверии Дня Победы на Центральном отделении почтовой связи каждый желающий смог приобрести почтовые карточки и подписать их в адрес ветеранов. Акцию «Отправь весточку ветеранам Великой Отечественной войны» поддержали военнослужащие 6-й отдельной патрульной роты 2-го отдельного патрульного батальона войсковой части 55-25. В своих письмах они написали теплые слова поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны. Это подвиг то, что они сделали. Мне кажется, что не только 9-го мая, но и каждый день мы должны помнить про этот день, про то, что они сделали, сказать им спасибо за мирное небо над головой. Среди тех, кому доставили сотрудники почтовой связи письмо «Солдатский треугольник» ветеран Великой Отечественной Сергей Григорьевич Небесный. За мужество и храбрость, проявленное в боях, участник войны награжден двумя медалями за отвагу, орденом славы третьей степени, медалями за оборону Кавказа, за победу над Германией. Ему вручена не одна благодарность за подписью Сталина. День победы 21-летний Сергей Небесный встретил в госпитале в Польше. «Я как раз был в госпитале, когда 8 мая. Уже мы 8 мая знали, что капитулировала Германия. Войны конец. Это 45-го года. Память этой войны надо, чтобы молодежь знала то. Наша молодежь растет, и она не знает, что такое война, какие это убийства были. Таким молодежи нужно знать о наших, ваших дедов и отцов». В письме, которое получил Сергей Григорьевич Небесный, высказаны слова почтения, уважения и благодарности за то, что, рискуя собственной жизнью, защищал страну, за пример героизма и любви к родине, за мирное небо. Военнослужащие заверили, что подвиг людей, освободивших страну от немецко-фашистских захватчиков, будет свято чтиться будущими поколениями. Участнику Великой Отечественной войны и его семье также искренне пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни. Море, пионерский лагерь, оздоровительный центр, дача, деревня. Планы на летние каникулы скорректировал коронавирус. Возможности значительно сузились. Корреспонденты телекомпании «Ранок» поинтересовались у жителей Светлогорска, какой отдых они запланировали для своих детей. Впереди три длинных летних месяца. Куда будут пристраивать родители своих детей на эти каникулы? Спросили у светлогорцев. Детей никуда отправлять не собираемся. Будем с ними сами, с бабушками, с дедушками. А почему не собираетесь отправляться? Ну, пока еще дочке только 6 лет, поэтому будем в городе с ней. Детский сад мы уже выпускаемся в этом году, идем в школу, и поэтому никуда на лето не планируем определять. Но это не в связи с коронавирусом? Нет. Ребенок есть школьного возраста. Школьного возраста. Расскажите, как вы собираетесь устраивать его каникулы? Куда-то он поедет? Дома будет. А почему? Ну, здесь эпидемиологическая ситуация. А пионерский лагерь, не пионерский, а лагерь отдыха? Наверное, нет. Не будете отправляться? Ну, школьный пойдет, в трудовой. Скажите, пожалуйста, вот впереди каникулы, как вы будете детей, куда пристраивать? В лагерь. А еще? На море. На море. В этом году море отменяется, наверное. Ну, и как? Ну, в лагере-то на один... Ну, будем брать административные, там еще что-то, как-то не будем. А какого возраста детки у вас? 7 и 6. Ну, тяжело. Ну, а что делать? Никто же не виноват, что вирус. У меня уже внуки, у меня взрослые дети. Так куда будете пристраивать? Смотреть буду. То есть у вас будут они, да? Да, да. А как обычно каникулы проходят у них? Ну, обычно то в лагере, то еще куда-нибудь. Ну, а сейчас в лагере нет? Сейчас нет. На данный момент нет. А почему? А потому что коронавирус. Я не знаю, но многое же не работает сейчас. Ни заведения никакие. Естественно, я думаю, санатории, наверное, не будут работать. Проблема, наверное, с выездом пока стоит острая. Скажите, пожалуйста, впереди вот каникулы, лето. Куда ребенка пристраивать будете? На дачу бабушки. А обычно куда? В деревне. Что-то изменилось в связи с коронавирусом? Нет, ничего. Просто дома сидим, в садик не ходим. А на работу как? Я на удаленке работаю. Куда пристраивать ребенка будете летом? На дачу. Это всегда вы так его на дачу отбываете? Не, конечно. Обычно на морях. Каждый год на море. Я на севере работаю, так что позволяю денежку. Слушаем дальше. А как будете его одного оставлять? Работаете же вы все? Ну, как работаете? Сейчас, во-первых, коронавирус в Россию не пускает. Так что до сентября точно здесь будет. Так что выход. Тем более дед, баба на пенсии. Сидят на даче. Дома. Дома. Думали в лагерь, но нет дома. А почему не в лагерь? Ну, что-то страшновато. Не хочется. А какого возраста детки у вас? 12,5. Ну, как вы будете с работой решать вопрос? Дома сидят, бабушка помогает. Ну, пока нет. Пока не хочется. В этом году нет. Вот впереди летние каникулы. Вы куда деток пристраивать будете на лето? Дома. А обычно? Ну, обычно на отдых можем поехать. А так дома будут бабушки смотреть, сестра. Это в связи с коронавирусом? Ну, да. Хотели на отдых, не получится уже съездить на отдых. А в лагерь там? Нет, никуда не отдаем летом. Мы обычно не в школу, не... Как бы нам в Ювенте предлагали. Здесь есть детский юношеский центр. Не пойдем никуда. Страшно? Ну, как бы так. В основном хожу с ними вместе на улицу, особо не пускаю. А в садик ходят? Нет, не в садик, не в школу не ходят. Как собираетесь пристраивать детей на летние каникулы? Три месяца? Куда девать? Ну, как куда? Ко мне на дачу, деревню. Свежий воздух. Замечательно. А куда сейчас с этой обстановкой их девать? Раньше-то они ездили на юг, туда, куда-то. А сейчас куда? Только ко мне. Какого возраста внуки? 14. 14, 9 и 2. О, так у вас столько внуков! Поздравляем! Отлично! Справитесь с такой, ара вы? Ну, почему не справиться? С маленькими справлялась. А сейчас уже помощники на даче. Грибы, ягоды – это ж красота! Коронавирус существенно нарушил все планы. В Светлогорске более 411-ти классников попрощаются со школой. Волнительное и трогательное событие. Но, к сожалению, выпускных не будет. Красивые кадры школьного вальса, фейерверка и запуска шаров останутся в архиве. В этом году выпускных балов не будет. Собирать всех выпускников района на центральных площадях городов не рекомендует Министерство образования. Ведомство, в свою очередь, основывается на рекомендациях Министерства здравоохранения. С учетом сложившейся эпидситуации, проведение массовых мероприятий в стране ограничено. Но лишать выпускников праздника совсем никто не собирается. Поэтому в Министерстве образования решили рекомендовать ограничиться лишь церемониями вручения аттестатов об общем среднем образовании. Но провести их торжественно. Решение о формате проведения мероприятия в каждой конкретной школе принимается руководителем учреждения образования с участием родительского комитета и по согласованию с местным исполкомом. Теперь простым языком. В Светлогорске линеек, посвященных последнему звонку, не будет. Останется пустой и центральная площадь. 10 июня в каждой школе отдельно будут вручать аттестаты. Мероприятия, по возможности, будут проходить на улице с участием лишь выпускников, их родителей и руководства школ. Продолжение банкета, ночного застолья и развлекательно-танцевальной программы не последует, по крайней мере, в стенах учреждений образования. Не будет и организованной встречи рассвета на набережной Березины. По данным Светлогорского районного отдела образования, в этом году в районе из 414 выпускников 12 человек претендуют на золотые медали, один – на серебряную. Это был последний сюжет нашего выпуска. Смотрите регион на следующей неделе. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok